Привет моим подписчикам, приветствующими заглянувшим. Сегодня мы с вами смотрим на девайс Foreo UFO. Многофункциональная штука, и из всех вопросов, которые мне об этом девайсе задавали, сам такой большой, а можно ли его использовать с неродными масками? Давайте сегодня и об этом тоже поговорим. Сразу сбегая вперёд, скажу, что и да, и нет, но вы походу сами поймёте, какой ответ для вас будет ближе. Ну, по сути, что это такое? Наверное, самое простое, быстрое определение – это ускоритель работы тех средств, которые вы наносите. Вообще это используется вот с такой вот маской, но я и по своему опыту могу сказать, что если под любую тканевую маску, здесь как раз тканевую, сейчас тоже её покажу, так вот, если под любую тканевую маску нанести какое-то средство, особенно какую-то липкую сыворотку, которая потом скатывается и вот 10 минут подержать, то вот эта сыворотка, которая была нанесена до этой маски, будет работать лучше. Поэтому я бы здесь не ограничивала использование только вот этими масками, что вы не можете другие какие-то средства усиливать с помощью вот этого прибора. И что больше всего меня заинтересовало, так скажем, вот именно в этой штуке, потому что у меня и другие какие-то есть, это возможность охлаждать, возможность клеотерапии, и этот прибор остывает до 5 градусов, то есть вот вы в холодильник кладёте, там у нас обычно примерно плюс 4 градуса, вот это будет плюс 5. И я даже если какие-то свои металлические массажёры клала в холодильник, ты потом вынимаешь, и буквально через 1-2 минуты это становится тёплым, а вот здесь это будет холодным постоянно. То есть для тех, у кого отёки, это вообще просто потрясающая штука, и я сразу скажу, что для меня вот охлаждение – это самый крутой эффект, который здесь есть. И вот завершая процедуры, тот, у кого это вот есть, например, вы там смотрите или думаете, купить или нет, здесь с помощью приложения, которое есть в Foreo, мы подключаем вот этот мой девайс, и я дальше могу им управлять. Видите, он загорелся белым светом. Мы сначала его подключаем, регистрируем, дальше вот я нажимаю кнопку «Начать», и я могу выбрать либо утреннюю и вечернюю какую-то программу, либо самостоятельно выбирать. Вот здесь вот три оттенка лет, здесь пульсация T-Sonic, нагревание или охлаждение. То есть что я делаю? Сначала я следую инструкции, там выбираю дневную и ночную. Очень удобно, есть дневная и ночная маска. Одна маска дневная идёт в упаковке. Ну, здесь всё как есть, живая правда, я это всё открыла. Здесь также заряжающийся от USB вот такой вот маленький провод, что тоже очень удобно, можно с собой взять. Сейчас USB практически у всех всегда есть. Так, у нас маска дневная, я здесь сканирую штрих-код с помощью этого приложения. То есть мне приложение сначала говорит «Начать», положите, пожалуйста, маску, мы это открываем, кладём маску и закрываем. Положили, закрыли колечко, вот это у нас рабочая поверхность. Производитель не рекомендует вот без маски использовать это просто на лицо, чтобы избежать неприятных ощущений и, возможно, вот такого какого-то шока, может быть, от температуры. Но я думаю, что здесь ещё есть такая какая-то штука, что раз уж они это сделали с маской, они это так протестировали, то вот так вот и должны использовать. Потому что смазкой здесь будет и скольжение, и какой-то смысл в использовании этого девайса. В плане того, что вы не просто это нагреваете свою кожу или охлаждаете, вы помогаете средствам лучше проникать или лучше работать, если это те же какие-то гели, вы дополнительно хотите там снять припухлость и хотите охладить этот гель, который моментально станет на коже тёплым. И когда у вас есть какое-то воспаление, кожа горит, у меня такое было. Я выхожу из ванны, я использовала тоник с витамином С, у меня кожа просто стала гореть, потому что очень ядрёный тоник, и уже кожа была распарена. Я просто вот этим девайсом охлаждением, то, что я могу здесь через приложение контролировать столько, сколько мне нужно, я это охлаждаю. Обычно я делаю ту программу, которая мне предлагает приложение дневную или утреннюю с этими масками, и потом в конце я просто включаю пульсацию, нужный мне свет, синий-зелёный или красный, и охлаждение, и в конце заканчиваю. И это просто офигенно, то есть вот этот эффект подтяжки, то, что кожа такая более дышащая, свежая, это невероятно приятно. Единственное, что мне не очень нравится охлаждение на шее. Вот шею я избегаю, шею я только могу нагревать. Вообще сама процедура на полторы минуты, на 90 секунд рассчитана, за это время, в принципе, вполне. Сыворотка может успеть впитаться в зависимости от того, какая у вас кожа. Иногда я два раза могу повторить, там на репите можно сразу же после окончания первой процедуры нажать кнопку «Повторить». И один такой совет, когда вы открываете вот эту штуку, вы кладёте сюда маску, всё, что осталось внутри, нужно нанести на лицо. Так будет искалить лучше, и самой маски будет достаточно. Здесь прелесть в том, что маска небольшая, но здесь достаточно сыворотки. И они, конечно, так вроде бы ограничивают, что есть вот утренняя маска, вечерняя, и здесь по 7 штук, то есть самые выгодные маски. И если так переводить их на те маски, которые мы также покупаем, просто вот эти вот тканевые, то это ещё и со скидками невероятно выгодно. То есть здесь одна маска выходит где-то полтора евро, при том, что эффект вот вы получаете как от полноценной маски, и не за 10-15 минут, а вот за полторы минуты. То есть основная фишка вот в этом. И так, если подсчитать, то выходит выгодно, и можно ещё скидки ловить. И сама сыворотка, сама маска, такая же корейская, как мы покупаем в каких-то других брендах, достаточно базовые, хорошо работают, и для всех типов кожи подойдут. Там ничего перегружающего нет, они в основном такие на гиалуроновой, такой гелевой основе, и в общем даже для жирной кожи будет хорошо. Вопрос именно в том, что вот, ну есть какое-то у нас немножко ограничение, потому что другие маски стоят дороже, и там их там по 6 штук. Можно ли это использовать с какой-то другой обычной маской? Я бы сказала, что да, но с ограничениями. Когда вы накладываете обычную маску, естественно, вы можете просто прикладывать куда-то вот на большие участки вот этот девайс. Либо тепло, либо холод, вообще никаких вопросов нет. Вопрос вот по скольжению будет. Можно ли взять, например, обычную маску и закрыть её как-то отрезать? Вообще без вопросов, конечно, можно. Просто это неудобно. И вот когда эту цену вот в полтора евро сравниваю, что вот как-то смысла дополнительно возиться с ещё какой-то маской, он не всегда есть, поэтому проще купить вот эту маску, а под неё уже наносить что-то ещё, что вы хотите, чтобы более активно поработал. То есть можно, например, просто эту штуку вот сюда положить, закрыть и дополнительно этот гель оставить его на зону декольте, а использовать какую-то сыворотку. Вот здесь вот у меня эта штука, видите, она окрашена уже синим цветом. Я использовала под эту маску пептид меди от The Odinary, который такой сам по себе липкий, и если его просто нанести и без маски, он может потом скатываться, не очень хорошо работать с другими средствами. Ну, такие особенности Odinary. Но вот тут вот это и поработает хорошо, впитается быстрее, и вероятность того, что это потом будет где-то сильно скатываться, она гораздо меньше. И если вот говорить уже дальше, какие тут ещё плюсы, бенефиты, вот я, например, включаю, послушайте, это пульсация, с единицей доходит до 10. Пока свет у меня включен белый, но я могу регулировать, я вот сейчас, например, возьму, это сейчас у нас на шестёрке, возьму, я убрала синий оттенок, видите, какой у нас получился? У нас получился жёлтый. То у нас дизайнеры, ну, дизайнеры-то точно знают, что такое RGB, red, green, blue, три оттенка, из которых смешиваются все остальные, то есть этот смик, либо RGB. То есть здесь у нас три базовых цвета, но если вы умеете играть не только шрифтами, но и оттенками, вы можете получить из зелёного и синего бирюзовый, вот это вот белый, который самый длинный по длине волны. И вот об основных цветах я уже сказала. Красный – это выработка коллагена, это восстановление кожи, это ускорение регенерации. Синий – это у нас убийство бактерий Пиакне, та, которая вызывает прыщи и воспаление. Это антибактериальные свойства, это заживление, это снятие воспаления красный и синий. Вот это тоже довольно часто бывает в лечении акне, и вот эти маски тоже лет, там красный и синий, вот это фиолетовый вместе. Осталось сказать про зелёный, про зелёный, ну, слышим меньше, но он тоже достаточно распространённый. Зелёный – это антипигментация. То есть для того, чтобы быстрее ваши пигментные пятна прошли, на постакне, чтобы тон кожи был более ровный. Вот это основные три цвета, которые, в общем-то, мы используем. И я тоже замечаю, что я чаще всего использую красный. Но вот до этого, конечно, у меня не было возможности взять, например, синий антивоспаление и плюс ещё охлаждение. Или, например, погреть и ещё красный. Вот это вот вообще отлично. Можно вообще без температуры, кстати. Можно отключить и нагрев, и охлаждение, и это будет просто температура вашей кожи. Но эта опция, она, конечно, клёвая. Нагревается, в принципе, достаточно быстро. И охлаждение тоже происходит достаточно быстро. Я сначала тогда же удивилась. А вот у следующей версии говорят, что ещё быстрее. Ну, это, в общем-то, охлаждение и нагрев можно и так использовать, без вопросов, и с какими-то другими масками. Просто единственное, да, действительно, скользить будет не очень. И нет возможности использовать свет. То есть свет всё-таки, вот здесь вот, когда мы это закрываем, свет нам остаётся доступным, потому что маска как раз вот держит его открытым. А если у вас другая маска, то свет у вас не будет проникать. И будьте осторожны с областью вокруг глаз, веки, не держите глаза открытыми. Не светите себе в глаза. Вот, закрывайте, когда сюда подходите с этим девайсом. Ну, и в целом, я думаю, что вам и так это понятно, какие движения происходят. Я иногда вот так вот провожу по носу, по губам тоже, когда я их так закрываю, и шею. И я по поводу пульсации ещё скажу, что, да, это тоже как массаж работает. Быстрее будут проникать вот те средства, которые вы используете, маски. За полторы минуты у меня не каждый раз впитываются. Ну, за две, иногда я два раза повторяю. Это всё-таки три минуты против десяти, которые нужно вот эту маску держать, другую. Здесь есть экономия во времени. И особенно это утром очень заметно. То есть вечером у меня больше времени, могу что-то ещё нанести. А вот утром мне и утренняя вот эта их рутина нравится, которую они предлагают. Там сначала красный свет, вибрация, потом зелёный свет, антипигментация с утреца. Очень здорово. И в конце, после вот этой первой процедуры, я ещё прохожусь холодом и тоже пульсацией. Ну, пульсацию я показывала, что это с единички до десяточки. Десяти это вот так. Ну, это прямо такая настоящая вибрация. И, естественно, я должна сказать, что если вы хотите видеть результат, такой постоянный, то использовать тоже надо постоянно, как и совсем. Ну, здесь, благо, не так долго это, по времени. Ну, и сам девайс достаточно такой удобный. Он заряжается. У него есть вот такая вот штучка, которая шла в коробочке. И сначала показалось, ну, это, наверное, чтобы в инстаграмчике фотографировать. А потом оказалось, что на самом деле вот так вот хранить и сушить его. Потому что после того, как мы это используем и снимаем вот это колечко, вынимаем маску, мы это все промываем и закрываем. Чтобы сушить, очень удобно. Чтобы хранить, удобно. Вот так вот перевернуть другой стороной. Здесь вот для зарядки. Одной зарядки хватает, ну, в зависимости от того, как вы будете активно пользоваться, на 40 применений вот этих вот по полторы минутки. Но я использую гораздо больше. То есть я часто использую много вибраций, я использую долгое нагревание, либо, что чаще, долгое охлаждение. То есть там, например, 2-3 минуты. И свет. То есть у меня перезарядка нужна побольше. Но вот он у меня пришел сразу уже такой предзаряженный. Там было два деления. Здесь, кстати, зарядка показывается. Вот в этом приложении, которое идет с ним. Естественно, что приложение бесплатное. После покупки у нас получается, что мы должны покупать только маски. Я для себя вот так вот посмотрела, что это достаточно выгодно. С учетом того, что я все равно и так покупаю маски. Вот заморочиться с тем, чтобы с другой маской использовать можно. Я пробовала. И вот просто вот это прикладывание теплахолда работает окей. Вибрация тоже. Все равно не так удобно. И если переводить на денежку, то это просто того не стоит. Я уверена, что вы, если с девайсом будете знакомиться, просто остановитесь на том, что будете покупать базовые маски. Я, по крайней мере, для себя вот так решила. И это мне просто позволит все сделать быстрее, качественнее в плане того, что температура и вибрация все-таки делают свое дело. И лет в том числе. На фотографиях, на камере этот цвет, он как-то вот не так заметен, он становится бледным. Но когда подносишь это к коже, вот так вот в зеркало смотришь, то вот этот даже зеленоватый glow, он виден. И этот цвет можно увидеть по-настоящему. Работает этого достаточно. И, в общем-то, в других девайсах тоже. Вот видите, здесь уже красный оттенок, но его видно. У них длина волны разная, и они действуют на разной глубине, на разные слои кожи. Соответственно, это давно уже проверенная штука. Очень многие косметологи не только говорят о том, что цвет работает, но и активно в своей практике используют. Вот Кейт Симмервилл даже отдельно говорил, насколько круто работает, что она у себя по специальному заказу специально сделала ванну такую солнечную из лет-лампочек, потому что вот не было возможности третить, так скажем, лечить ее пациентов, у которых, например, там экзема, либо у них прыщи где-то вот на теле в том числе. А так вот в эту ванну люди ложатся, и полностью на кожу идет воздействие. То есть если вы про лето или про что-то, потому что тепло, холод понятно, вибрации тоже, в общем-то, понятны, это как массаж, даже вот какими-то мы массажерами пользуемся, что каменными, что металлическими. А вот насчет цвета у многих могут быть вопросы. Действительно все это работает. В целом меня штука эта порадовала, при условии того, что очень часто это бывает со скидками, можно поймать очень выгодно, там есть тоже наборы разные. Кстати, вот оттенки, оттенка всего три, но я так долго выбирала. И потом, когда он мне пришел, вот именно вот этот мятный, я подумала, блин, я все-таки права была. Это тот оттенок, который мне нужен. Там есть еще розовый фуксия. Мой все-таки мятный. Еще раз повторю, что для меня самое вау – это вот этот холод, это ускорение использования масок и возможности использовать какую-то сыворотку до, какой-то актив, неоцинамид я обожаю использован, практически сразу работает после масок. То есть, прям вот будет эффект осветления кожи, постактно, если были какие-то где-то. Ну, а если у вас какая-то, ну, нездоровая ситуация с кожей, то есть вы знаете, что у вас заболевание какое-то, ну, морозоцея, например, и вы понимаете, что вы не переносите тепло, вам нагреть там до 45 градусов, причем в сауне температура выше, чем 45 градусов может быть, там 60-70. То есть, вы должны про себя знать, что у вас триггерит. Вопрос этот был, если плюс 5, вот вы из холодильника что-то достаете, плюс 5, для вас это будет тоже такой триггер для разоцея, тоже вот имейте это в виду, что для вас либо функционал будет этот ограничен, вы не всегда сможете использовать. Холод, тепло, для вас будет только вибрация и свет. Либо стоит обратить внимание на что-то другое. Но если у вас показаний каких-то нет, у вас нормальная кожа, у вас бывают, как у всех, морщины, прыщи, пигментация, у кого-то все вместе, у кого-то по очереди, у кого-то только что-то одно, то, в общем-то, для всех типов кожи, для всех стандартных таких условий рабочий девайс. И это все на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. И мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Пока!